Привет-привет всем! В эфире с вами Посиделка с Кибербилдкой. У нас в гостях Евгения Лазарева, общественный деятель, руководитель проекта за права заемщиков ОНФ, правильно? Да-да-да. Заметитель директора по развитию Ассоциации развития финансовых грамотных. И поговорить сегодня хотели про, значит, про потребителей, но это как бы, насколько я знаю, твоя тема, но хочется немножко в приложение, наверное, цифровую и финансовую грамотность, потому что ты эту тему тоже, так или иначе, как бы, ей болеешь, ее где-то там, я так понимаю, хочешь проводить, да? Вот. Давай тогда начнем. Вот. Расскажи немножко, вы просто хотела понять, как ты к этой теме сейчас пришла, честно говоря, я была очень изменена. Не, я пришла, на самом деле, давно уже, я бы сказала, еще в школьном возрасте. Вот. К тематике именно финансовой грамотности. Да. Я, в общем-то, небезызвестный Вячеслав Владимирович Крылов никогда со своей супругой организовали такую очень важную организацию для подростков, смысл деятельности, которая, в общем-то, была социальная адаптация подростков к современным экономическим условиям, это было еще в 90-е годы. Вот. И там было еще много интересных совершенно программ, проектов, которые вообще были посвящены предпринимательству, экономике, в том числе и финансовой грамотности. И я могу сказать, что это какое-то определяющее для меня было такое образование, которого не было в 90-е, я получала, собственно говоря, там и такое самообразование и развитие тоже. Может, это как раз заложило фундамент последующие мои там профессии. Потом, в общем-то, я очень много работала на инвестиционном рынке, как известно, в общем-то, мы инноваторы были в инвестиционной сфере, и продажа любых сложных инвестиционных продуктов, она напрямую связана с обучением, с финансовым просвещением населения. Это я бы сказала, что такие вещи, без которых просто, в принципе, без правильного предупреждения человека о предстоящих рисках, связанных с сложением денежных средств, они, в общем-то, никак, ну, ничего бы не произошло. Вот. Ну и, в общем-то, я, как можно назвать это, волонтерством, не волонтерством поддерживала деятельность по финансовой грамотности, а затем где-то в году, ну, я, в общем-то, вообще сменила деятельность на предпринимательскую, ушла, я по 12 лет проработала в финансо-укрытийной сфере, в виде управления, и вот стала заниматься предпринимательством уже таким совершенно около мамским, потому что у меня там сынок родился, реализовывала в предпринимательстве все свои золотые мечты. Но всегда параллельно поддерживала программу финансовое просвещение, и в какой-то момент, когда я, ну, у меня еще было тогда информационный агентство, и когда я его продавала, в общем-то, человек посоветовал, в общем, мои компетенции в области финансового рынка, еще одного важного человека, там, в общем, целая история, на самом деле, я долго рассказываю, в общем, я присоединилась, еще очень замечательно сейчас это омбудсмен финансовый, работать с Виктором Клюмином, ну, как проект, который был посвящен защите прав потребителей финансовых услуг, обусловлено это было двумя желаниями, дело в том, что, в общем-то, все программы, я как тот самый критик, все программы, которые проводились на федеральном уровне, связанные с грамотностью населения, вообще с потреблением финансовых услуг, они меня, мягко сказать, ну, не удовлетворяли моего внутреннего, как сказать, перфекциониста, потому что я понимаю, что, ну, как лучше вносить эту информацию, как, в общем-то, ну, то есть они, как бы, мне казались, на самом деле, не сильно эффективными во многих случаях, приходилось что-то придумывать самостоятельно, у нас было очень много экспериментов, вот, ну, а тема защиты прав потребителей, обусловлено тема, что у нас очень закредитованное население, я начинала заниматься темой, когда люди считали, что кредит, это не, в общем-то, там, и получение пластиковой карточки, это не денег, которые, да, зарплату дали, ты их заработала, что за них еще платить надо, и поэтому за это время очень многое, что и поменялось с точки зрения защиты прав потребителей финансовых услуг, и, в общем, я могу сказать, что, наверное, многое из того, чем я занималась и занимаюсь сейчас, оно, в общем, серьезно повлияло на вот это вот, как бы, создание среды, потому что, если раньше такое было внутреннее ощущение, оно, в принципе, сейчас сохраняется, не могу сказать, что там, что, потому что в судах выигрывают только банки, что человек, в общем-то, остается, ну, то есть со всеми своими проблемами один, и, естественно, деньги любит тишину, он даже стесняется сказать, что он там закредитован, у него долги, там, не знаю, как это будет, у нас еще не было института персонального банкротства в этот момент, и, в общем, съедая слона по маленьким таким кусочкам в этой деятельности, параллельно развивая это направление, в общем-то, финансовое просвещение в том числе, я участвовала в создании такого, как бы, уже среды. Сейчас она, на самом деле, вот, если посмотреть на, ну, по большому счету, у каждого человека есть пластиковая карточка, да, и вот каждый человек когда-либо соприкасался с банковской организацией, ну, со финансовой организацией, с любого тока. Вот уж не говоря еще там, да, вот про то, что у нас, собственно говоря, наверное, о чем посвящен эфир, это то, что называется, там, кибербезопасность, да, вообще отдельная, отдельная сложная история, но также, в том числе, что финтех у нас так серьезно развивается, то просветительская роль и какое-то осознанное потребление, оно тоже имеет такое большое значение. Ну, так вот. История в том, что деньги уходят же в онлайн, я, почему я немножко хотела... Ну, да, у нас уже рубль, там, целый концепция цифрового рубля, вот... Да, и история просвещения тоже должна проходить в онлайн. Я, например, у тебя прочитала одну из инициатив, знаешь, это про «Расскажи бабушки», например, да, вот не знаю, работает ли сейчас эта инициатива или нет. Работает, работает. Это, кстати, одна из форм такого финансового, можно сказать, просвещения, которое не дается тяжелым трудом, вот. И я, в общем-то, как мы все время пытаюсь найти какие-то решения, которые бы повлияли на какую-то большую группу людей, но были созданы, наверное, с не такими тяжелыми усилиями, потому что научить человека понимательно относиться к своим деньгам, к тому, что он делает, часто невозможно. Это, знаете, как это, к психотерапевту как-то, да. Следить за своим финансовым здоровьем начинает в момент, когда... У некоторых людей, когда уже им коллектор позвонил, мы условно говоря уж не то, что ли, когда работали, лишились людей. Нет такой привычки, да, там, в день этого учил, и так далее. Так вот, я немножко вернусь еще к среде, и потом можно будет продолжить на все остальные темы. Вот, начиная с момента, как ты только там, например, начинаешь потреблять финансовые услуги, ты уже попадаешь в какую-то экосистему. С этого момента что изменилось? Ну, появилась возможность, собственно говоря, мыслить мифами, что там навязывание страховок, там, то есть появился период охлаждения, появился такой важный институт, как бы персонального банкротства. У нас в стране случился финансовый омбудсмент. К слову, вопрос задавал президент в каком-то году, очень быстро, закон долго принимался, долго рассматривался, он вообще завис. И вот как бы такими действиями через общественную какую-то такую движуху, можно так сказать, удалось, поспособствовать тому, чтобы появилась предельная долговая нагрузка, чтобы там появились ипотечные каникулы, чтобы... И вот с момента того, как человек стал, условно говоря, заемщиком, да, как он обслуживается, как он взаимодействует, ну, как происходит взыскание, если все, что пошло не так, до взыскания, там, реструктуризации, каникулы и прочая история, там, банкротство, если оно нужно, там, и, в общем, все эти вещи, это то, на что влияет как раз деятельность фонда и проекта, которым я сейчас занимаюсь. И тут можно сказать, что очень много нам удалось вот именно повлиять системно, не так вот там плюнуть-вынуть и сказать, о, плохо все, нужно что-нибудь. У нас очень конкретное что-нибудь, оно выразилось в изменении порядка, там, не знаю, ну, десятка законопроектов, учитывая, что даже время для этих изменений, оно не очень большое с точки зрения вообще всей этой процедурности, но на очень важный законопроект, это удалось повлиять, и очень важное институт удалось создать. И сейчас это работает, и ситуация меняется, и это, как бы, мне кажется, очень важно. Вот, что касается то же самое, там, мы вот сейчас наблюдаем за реформой, там, ну, ОСАГО, это тоже полис, это тоже, это же сфера, кстати, он электронный, это тоже счастье, да, это тоже, там... А про это рассказывают тоже, как бы, да, волонтеры? Ну, на самом деле сейчас, сейчас даже посмотреть на финансовую грамотность, у нас сейчас другая совсем стала, да, у нас есть стратегия национальной финансовой грамотности, я не могу сказать, что к ней причастна, тут скорее нет, потому что как раз в это время конформировалась, я больше занималась именно защитой, защитой прав потребителей, но есть какие-то уже институциональные решения, есть автор проектов, есть ассоциация развития финансовой грамотности, там, большую деятельность, там, по финансовому просвещению долгое время проводил Минфин, и все это как бы формировалось, формировалось, а сейчас оно обретает такой вид, скажу, гораздо более, наверное, осмысленный, более таргетированный, более такой склонный к тому, чтобы удовлетворить потребности той или иной аудитории, стараются поддерживать этих авторов. Раньше при слове финансового грамота, там, типа, улыбались, говорили, что такое вообще, фигня какая-то. Вот, удалось избавить, там, за это большое количество времени, думаю, что это, может, больше 15 лет, там, с тем, чтобы не путали программу финансового просвещения с продажами прямыми, там, продуктов и так далее. Вот, ну, отдельная, отдельная, как бы, тема, которая занимает очень много моего внимания, особенно в последнее время, ну, то есть, пандемия, и все, что связано с мошенничеством, конечно. Тут можно сказать, что, тут сейчас, как я видела, подсоединился к нам Михаил Алексеев, вот, у нас такой, он главный юрист в нашем проекте, за права заемщиков, и вот наше знакомство с ним, некоторое, в 15-м году, в общем, древнем году, случилось на фоне того, что мы пошли и, в общем, стали заниматься с таким, познакомились, пошли раскрывать финансы пирамидов. Причем, я сыграла роль тайного покупателя, Михаил, в общем-то, такой, как очень мощный, на самом деле, очень мощный правозащитник, сопроводил все действия, и, в общем, наша встреча в Волгограде, она была такой, что потом мы теперь долго-долго время работаем и продолжаем искать всяких. Вот сейчас занимается Михаил Бородатым Деном и всякими разными интересными событиями, скрывает интернет, в общем-то, пирамиды. Сейчас, конечно, хит, да, сезон, ну, вот про мошенничество, вот это вообще, вот такая история, про мошенничество. Ну, тут можно по-разному к нему относиться. Мошенничество, как и дурацкие дороги, там, как ростовщики, были всегда. Вопрос, в какой форме она обретает. Понятно, что каждый второй человек, наверное, может, не каждый первый уже получал звонок о том, что у него что-то там с картой произошло, там, кто этому человеку только не звонил. И служба безопасности банка, и полиция, и пенсионный фонд, и так далее. Все заканчивается тем, что, в общем-то, ну, вскрытием персональных данных, точнее, оставлением, правильно такое слово сейчас, в общем-то, персональные данные попадают, ну, назовем это, в лапки мошенников, после этого денег с карт списывают. И если там в 2019 году какая-то сумма, о которой говорили, она была на уровне там 4-6 миллиардов рублей, то сейчас там по итогам 20-го года пандемии эксперты называют цифру 150 миллиардов рублей, то есть размах этот как-то проветр произошел такой национальный масштаб. И, в принципе, несмотря на то, что, да, вот здесь и говорит, вот программа, то есть, ну, все стараются, говорят, ну, не называйте вы эти три цифры, не оставляйте свои паспортные данные, там, не ходите вы на фишинговые сайты. Но тут уже такой работает, скажем так, гипноз социальной инженерии, что это, ну, не оставляет шансов. Я, вот, мы разобрали недавно порядка 600 тысяч сообщений, которые люди оставляли в сети. И, конечно, есть мошенничества, которые случились, еще есть мошенничества, которые не случившиеся, да, они как бы... Так вот, количество случившихся мошенничеств возросло уже больше на 60%, это какие-то дикие совершенно цифры. Чек... За год, за год, за год, это вот за это пандемийный год. Пандемия нам подарила, наверное, как раз повод для такого, скажем так, активизации деятельности, потому что понятно, что новостная повестка, как бы, если смотреть легенды, то я смотрю, каждый раз легенды, которые рассказывают пострадавшие там люди, или как они их описывают, это, конечно, все попадает под повестку, там, только объявили какие-то президентские выплаты, тут же найдется, собственно говоря, да, если вы сейчас не заберете выплаты, то вам там иск придет судебный или там для того, чтобы получить, подтвердить что-либо там, обязательно, да, зайти, авторизовать, логин, пароль. Когда мы мониторили вот первый месяц пандемии в плане вообще мошеннических действий там, и маски продавали, и лекарства, там, волшебные средства от коронавируса, там, ну, то есть, дело в том, что, вот, как говорится, да, если говорить про деньги, в человеке правят такие вещи страх и жадность, да, страх, это когда тебя напугали, что у тебя сейчас все, и ты как ошел, я даже не понимаю, как вот люди, они же, вот, например, разговаривают по телефону, я-то, как бы, не понимаю, но, как бы, вижу, что, разговаривают по телефону, и умудряются там в течение нескольких часов упорно на неизвестный счет вкладывать деньги в банкомат. Это, в принципе, никому не... У меня есть пример, да, у моего коллеги, пожилая мама, просто коллега занимается информационной безопасностью, да, поговорила с ним, и через какое-то время был звонок, якобы от сына, говорит, мам, мне нужны деньги, надо пойти в Сбербанк перевезти, ну, то есть, вот, буквально пять минут назад поговорили, она говорит, слушай, а что у тебя с голосом, да вот чуть-чуть, вот, то есть, она все равно, все равно пошла в банк, ее там остановили буквально в банке, когда эта история происходила, просто, ну, как бы, казалось бы, да, пять минут назад, совершенно другой голос, совершенно, как бы, человек, который подкован, наверное, то есть, маме рассказывают, взрослый сын, что есть такие особенности, правда ведь? Ну, безусловно, нет, вот, я видел просто такие, ну, я на своем веку, как бы сказать, работать, у нас были пострадавшие, которые наивно инвестировали в финансовые парамиды, думали, что они строят Крымский мост, люди, которые, вот, и невозможно, и дело в том, что многие из них обладали ученой степенью, есть люди, которые работали сами в финансовых кредитных учреждениях, тоже становились жертвами мошенничества, потому что все это на чувстве какого-то страха, вот, на чувстве страха у нас очень много всяких каких-то животных инстинктов, желание защититься возникает, и, наверное, ну, как бы, поддержание человека в таком стрессе, оно способствует тому, что... Ну, Крымский мост, я не знаю, что там за страх, но... Нет, нет, я имею в виду, тут был инвестиционный, тут был инвестиционный, а вот... Ну, это жадность называется, да? Да, это жадность, я согласен. А вот что касается, вот, как бы, способов, как можно оставить свои персональные данные, или... ну, социальный инженер – это вообще отдельная история. Вот есть еще у нас там, да, такой популярный момент, как и популярный способ, там, фишинг. Да, то есть тебе приходит какая-то смс-ка, спам-рассылка. Если раньше мы там говорили, вот, эти африканские письма приходят, да, какое-то время назад, то сейчас, конечно, не африканские письма приходят, сейчас приходит какое-то там уведомление, имитация тех порталов, которые там... государственных услуг, каких-то таких сервисов, которыми ты пользуешься регулярно, ну, как бы, которые, в общем-то, где меняется там одна-две... Ну, невнимательность человеческая, она, да, она такая... Ну, а по большому счету есть определенное, как бы, доверие с одной стороны, а с другой стороны, ну, непонимание. Вроде у нас так все уже цивилизованно, все уже можно, там, ну, квартиру можно купить, ну, кликнув одну кнопку, там, на телефоне, то есть, ну, все. Да, и можно же... и уже подделка электронных ключей, насколько это нашла... Электронные подписи, электронные ключи, вот, кстати, сделки, которые связаны там с... У нас, кстати, вот еще, как это называется, пространство для моих направлений, где мы должны оставить свой след справой, там, ассоциации оставят его, я его оставлю, там, ну, как бы где-то. Это, конечно, все, что связано с онлайн-обслуживанием. Здесь совершенно такое пространство нерегулируемое, но, скажем так, оно во многом обустроено тем, что есть надежные игроки, там, с репутацией, понятно, что у них лучше гораздо технологии, там, и все прочее, но вообще сам онлайн-банк тоже самое, он абсолютно не такой неотрегулированный какой-то. А вот, допустим, все, что касается сейчас последней, да, истории с тем, когда подключается, там, к телефону, подключается к банк-клиенту, подключает и дальше подформляет, там, предодобранный кредит, переводит его куда-либо, это все тоже происходит, как бы, в общем-то, с мнимого согласия человека, но он уже в этот момент уже, все, он уже сдал себя, подключив какой-то TeamViewer, например, к телефону. Слава богу, что это больше на iOS невозможно, но, тем не менее, не у всех у нас в стороне, как говорят, далеко не у всех, вообще далеко не у всех. Это, конечно, печально. Вот, и тут возникает, а как вот так может быть, чтобы там, ну, человеку, у которого там зарплата там не очень большая, а у него уже кредиты на полтора миллиона, легко было собрали. Вот, следующее, как бы, понимание, это использование вообще сервисов, цифровых услуг, и понятно, что к многим из них, правда, нужно прикручивать государственные услуги, потому что это масштабный сервис, с ним уже свыклись, его уже понимают, к нему действительно есть доверие, ну, тут тоже, как бы, бывают, конечно, своего рода, может, и мошеннические атаки, но здесь хотя бы есть определенная авторизация, которой не хватает для того, чтобы обеспечивать справедливость. Мы много говорим о том, что, ну, инициатива связана с тем, что, как бы, там, что некое подтверждение каких-либо действий, там, получение какой-либо информации, подача заявок, там, например, на персональное банкротство, или, там, изменения в реестре, которых человек не знал, изменения существенного, там, кредитного рейтинга, кредитная история, они должны где-то рядом находиться с услугами. Для того, чтобы человек, в принципе, мог подтвердить, а его ли это воля и изъявление, в принципе, то есть хотя бы понял, что есть то, что в нашей практике встречаются, там, повешенные друг на друга кредиты, там, вернее, не повешенные друг на друга, а кредиты, которых ты не знал, но никогда не думал, что у тебя существует кредитная история, кредитный рейтинг, и ты с ней столкнулся только когда, когда просто, там, потребность возникла, или кредит получил, или собирался получить, или, там, к опотеке готовился, решил проверить, там, у меня есть кредитная история, смотришь, там, бац, на тебе еще что-нибудь сюрприз. Не могу сказать, что это часто. А сложно вообще разбираться, если кредитная история вдруг оказалась не твой кредит, и сложно ли откатываться, так говорится, на то же место, чтобы не было этого кредита? Ну, если это организация, которая, скажем так, относится к категории приличная, ну, которой проблемы, в общем-то, меньше, наверное, нужны, или она заинтересована, там, здоровых каких-то клиентов в дальнейшем, ну, потому что у нас не так много людей с высоким уровнем предельной долговой нагрузки, и вообще, в принципе, да, ответственных коллег. Тут, в общем, история про то, что, на самом деле, чаще это вопрос уладить, можно именно коммуницировать, там, с кредитором. И это вообще все проблемы изначально лучше, когда они только собираются появиться или появляются, обсуждать сначала с той организацией, в которой вы обслуживаетесь, это будь то кредит, будь то еще какие-то там вопросы, но все, что связано с реструктуризацией, это сначала найти взаимопонимание. Не всегда удается найти взаимопонимание, это тоже факт. Дальше, ну, понятно, что тут обязательно не из-за того, что полиция что-то будет расследовать, нужно подать заявление в полицию, это такая формальная история, нужно обязательно пожаловать. Ну, как раз, я начала рассказывать, ответ на мой вопрос, куда обращаться или кому пожаловаться, если у вас, да, уводят деньги, ну, в том числе в онлайне, да, то есть в основном же через онлайн, да, уводят. Да, ну, собственно, вообще, я так могу сказать, в 90% случаев деньги, которые, ну, были списаны, связаны, потеряны, ну, уже даже 99% случаев, но их вернуть практически невозможно. На нашей практике нам удавалось, ну, успеть, да, как бы помочь людям в очень редких случаях, когда, там, банку удалось там быстренько отследить вот это передвижение, когда не успели просто отправиться, очень человек своевременно как-то все это заблокировал. Ну, и когда организация повела себя очень ответственно, вот, потому что даже если, там, человек приобретает ту же самую страховку, например, на пластиковую карточку, она не распространяется, на те случаи, когда ты сам из своего банкомата достаешь, как бы, деньги. Ну, ты уже, это твоя воля, или... Вот, и в этом, поэтому тут, конечно, да, от того, что ты передал заявление полицейскому, ну, не можешь там полицейские участковые раскрыть организованную преступную группировку, которая... Ну, куда бежать, Жень, куда в первую очередь бежать? Вот у меня украли деньги онлайн, куда мне вот сейчас получается? Заявление в полицию, потом идти, ну, понятно, что в банк, конечно, заблокировать парк, заявление в полицию обязательно с банком, банк попросить для того, чтобы просто, в принципе, какой-то процесс начался, говорить, чтобы они отправили специальную форму подтверждения, что случился факт мошенничества, после этого хотя бы есть возможность, ну, в общем, что это, ну, начинать проводить какую-то, скажем так, следственную работу. Ну, для того, чтобы... И много ли дел доходит до суда? Вот такой вот у меня вопрос, потому что... Ну, право, правительственная практика у нас очень, конечно, слабая, ну, вот именно в плане уже наказаний там и поиск, и вообще, как бы, да, все проблемы с мошенничеством часто связаны с правоохранительными органами. Это не из-за того, что они там такие плохие, а потому что очень тяжело все эти дела ведутся, или нагрузка вообще на все большая. А если раньше там, как бы, ну, ты-то с своими 10 тысячами многомиллиардное что-то, а то ты с 10 тысячами, которые там списали, пришел, как бы тут не найдешь какой-то справедливости в конечном счете. Но сейчас-то все, ну, как бы, уже немножко в других модернизировалось в какие-то другие масштабы. И на самом деле, ну, если раньше мы там в поиск мошенников, мы там сдавали их просто как собирали, ходили, мониторили, сдавали, то сейчас есть уже, во-первых, разные способы мониторинга, выявления. То есть, там, Банк России все время дает отчет, какое количество там финансовых мошенников он обнаружил, то есть, ну, отмониторил, как они изменяются и так далее. Конечно, лучше как это, ну, профилактически что-то сделать. Понятно, что там определители сейчас есть, этих номеров, его нужно установить, чтобы тебе не звонили спамеры. Потому что человек оставляет кучу цифровых следов, невероятное количество. Поэтому, конечно, установить там разные приложения. Есть у Каспирского, есть у Банков отдельно, там, у Тинькофф есть, тоже, у Букера, у Яндекс. Мы данные отдаем тоже на стороннюю организацию, то есть, мы же тоже, собственно, свои данные отдаем туда, да, для того, чтобы пользоваться базой, скажем так. Но, знаешь, что я заметила? Буквально недавно был такой интересный, ну, развод, не развод, у меня тоже установлена такая программа. Основную программу я обычно вижу, кто звонит, то есть, если физическое лицо, там, Пупкин Вася, я обычно могу перезвонить, потому что, если он не красный, если он, там, не подпись, там, нехороший человек, да, ну, утрированно, я могу перезвонить. И вот перезваниваю, мне говорят, вы знаете, вы за два часа уже, там, 20-е, кто мне звонит, то есть, с моего номера совершаются мошеннические звонки, то есть, в принципе, подмена номера, да, на реальный номер, допустим, твой или мой, и звонят, там, просто по базе данных. Люди думают, что это звонит какой-то, там, человек, берут, отвечают, да, и, соответственно, вот так вот. Просто, возможно, тоже, так как и я сбрасывали, перезванивают, говорят, слушайте, вы, говорит, 20-е тоже, вот не берите с незнакомых телефонов, ну, в общем, трубку, я такая думаю, ну, вот, и прям тенденция, два дня подряд такая была. Ну, я могу сказать, что так тут технологии работают быстрее, чем способы от них защититься, и я, ну, то есть, каждый день происходит вот что-то новое, ну, новое с точки зрения легенд, то есть, тоже, ну, в качестве примера, тебе сначала позвонил мошенник, ты типа сказал, окей, ты козел, ты мошенник, после этого теперь звонил сотрудник полиции, вам только что звонил мошенник, а вот как бы то, что сотрудники полиции людям не звонят, это как бы в голову никому и не придет, он говорит, ну, да, точно, вам нужно прийти, для того, чтобы прийти, возьмите с собой там паспортные данные, и записывайте. Так что это важно, как банки сами не звонят, в службе безопасности, когда говорят, да, вам нужно. Да никто сам не звонит, на самом деле. Ну, тут, ладно, ну, в любом случае, количество фильтров и действий, которые нужно, ну, скажем так, присобачить себе, и пользоваться, ну, определителем, это, конечно, удобно, когда, ну, мы, в принципе, тоже выдвигали в качестве инициативы, не как ограничение по, не ограничение онлайн-переводов, а добровольный отказ определенных от онлайн-операций, это важно для людей, которые не часто пользуются, ну, люди, может быть, старше увозятся, хотя некоторые нам писали в ответ, вы что, нас, мы вообще умнее вас, и уже давно всем пользуемся, так что не надо тут как-то. Это тоже уважительно, но таких людей немного. Есть люди, которые не используют какие-то некоторые карты, некоторые, можно для онлайн-операции оставить одну какую-то карточку, и, в общем-то, никому, конечно, никогда не нужно показывать свой паспорт, нигде не оставлять никаких данных, и стремиться к тому, чтобы, вот, единственное место, где можно оставить паспортные данные, была официальная регистрация, да, на портале госуслуг. Очень много там фишинга имитаторского, да, тут, ну, тут, конечно, не всегда, ну, как-то, человек может все правильно там отследить, или там не начинать регистрироваться, но важно, конечно, тоже смотреть. Даже вот, ну, это как бы надо осмотреть, потому что там ссылки могут отличаться. Есть, конечно, откровенно наглые фишинговые сайты, что самое удивительное, если набирать, например, сейчас в гугле в поисковике слово «социальные выплаты», то рекламные ссылки, которые будут на такие жесткие фишинговые сайты, и там, где происходит расчет, сколько вам положено социальных выплат. Да, как бы, это деньги. Я у тебя, естественно, говоря, что до сих пор все равно люди ведутся на такие призывы, хотя об этом, ну, мне кажется, говорят сейчас, только линия бы не говорит о том, что... Ну, Тай, много, много, пока много. Легенда меняется, ситуация меняется, и, в общем-то, мне кажется, что есть, ну, там тоже обсуждали, что есть какой-то паразитирующий даже, такое паразитирующий воздействие на человека, то есть нужно звонять не для того, чтобы там деньги списать, для того, чтобы просто усилить эффект того, что мошенники звонят всем, чтобы катастрофа. Хотелось тебе еще кое-что поспрашивать, можно? Такие вот вопросы у меня есть. На чью сторону обычно встают российские суды, когда происходит вот, ну, в общем, когда преступники воруют деньги, ну, киберпреступники. Ну, как сказать, ну, сама практика, конечно, не очень, и не очень много. Все зависит, ну, вот вопрос киберпреступник или не кибер, в нашем, ну, скажем так, в нашем случае есть там, например, какие-то легальные или нелегальные кредиторы чаще. Люди, кстати, до суда отдела вообще не доводят. Ну, я тоже думаю, до суда мало отдела, в принципе. Все зависит еще от того, каким образом, ну, в общем-то, сама процедура защиты человека выстроена. Вот у нас есть там хорошие кейсы, благодаря там Михаилу команде, да, мы изучим, но это очень большой труд, его, к сожалению, невозможно делать таким массовым, ну, как бы мы этого не хотели. Когда удавалось из лап там кредиторов, черных риэлторов вырывать квартиры, возвращать их людям или признавать решение суда, недействительно, но там все равно заканчивается тем, что, как бы, даже если ты оставил, сохранил свое имущество, ты остаешься должен там, потому что деньги ты брал, вот. Что касается киберпреступлений, я тебе не могу, на самом деле, назвать никакую цифру, но не думаю, что она там сильно в пользу. Потому что чаще, как сказать, часто нет состава преступлений, сам сдал, сам принял, состава преступлений нет. Это такая, я к сожалению, специальная практика, вот можно менять, наверное, получается или нет. И занимаемся, собственно, повышением финансовой цифровой грамотности. Вот в Российской Федерации, как ты считаешь, повышение финансовой цифровой грамотности, я так понимаю, все-таки история не так давно стала появляться, что работает, что нет вот сейчас, как ты считаешь? Ага, история, на самом деле, давно. Есть, конечно, такое, даже, я бы сказала, пул основателей финансовой... Ну, просто на слуху, честно говоря, у меня не так. То есть финансовая грамотность, да, а цифровая финансовая грамотность, наверное, на слуху в меньшей степени, только сейчас вот стала больше пробиваться. Ну, просто такое есть некая путаница, что такое цифровая грамотность, что такое киберграмотность, что такое финансовая грамотность, что такое цифровая финансовая грамотность. Понятия еще, конечно, нет таких определений четких, Но что касается самой финансовой грамотности, она сейчас стала лучше гораздо. У нее есть тоже своя история. Все, что сейчас происходит, допустим, в той же самой ситуации развития финансовой грамотности, это как раз очень важная работа по систематизации вообще. Скажем так, а что такое, какая должна быть эта финансовая грамотность? Потому что есть там программы, есть виды, есть способы, есть необходимость поддержки. Кто же будет поддерживать еще авторов проектов, которые ищут новый способ этой грамотности? Сама стратегия цифровой финансовой грамотности, насколько я знаю, только формируется. Ну такая, которую можно было бы назвать ее официальной и так далее. Да, не очень это, может быть, быстро происходит. Но, по крайней мере, сейчас с появлением такой вот как раз ассоциации развития финансовой грамотности, я думаю, что все придет к какому-то более... Я не могу сказать, что у нас нет того, что есть за рубежом с точки зрения финансовой грамотности, но она у нас как бы, как и все, то, что происходит на стране, имеет свои оттенки. То есть у нас на самом деле, ну, большая программа была, там, Всемирный банк, который реализовывал Минфин тоже по финансовому просвещению, там очень много было разной работы сделано. Тут вопрос, как бы, какая это грамотность и кому в какой момент нужна. И вот тут даже не вопрос самой грамотности, а как вот это повлияет на финансовое поведение, на культуру поведения человека, какие там способы и методы воздействия есть. Я могу сказать, что у нас даже в многих аспектах она, как бы, может быть и лучше, потому что человек изначально, проживший там большую часть своей жизни в рыночной экономике, он как бы по-другому относится к деньгами. У нас есть еще раз эта часть по травмализму, поэтому все, что связано там с мошенничеством, вляпыванием в такие нелепые ситуации, с нелегальным кредитованием, закредитованность, оно такое больше, ну, больше, наверное, наша особенность, но я могу сказать, что даже уровень закредитованности, например, он во всем мире гораздо выше, чем в России, но у нас гигантский объем там потребительских кредитов, просто гигантский, у нас очень малообеспеченных кредитов. Мы не так много живем в кредит, но эти кредиты не обеспечены, а не обеспеченный кредит, это, ну, как бы, портит кровь. Поэтому тут вопрос, вот когда смотришь на финансовую грамоту, давай, ну, там, на цифровую финансовую грамоту, да, посмотрим. Цифровая финансовая грамота, очевидно, должна тоже осуществляться в том числе не только цифровыми способами, потому что нужно вовлекать цифровую финансовую грамоту людей, которые и параллельно, да, получается, у них еще, так сказать, другая технологическая грамотность, гаджеты грамотные должны тоже возникать, да. То есть тут вопрос, кому адресована эта грамотность, то есть какая аудитория, кто операторы, какие знания важны и необладимы, да, да, за какими темами, какие темы фундаментальные, какие темы во времени, как бы, передвигающиеся, что с нами вечно, как мы вообще, вот, на самом деле, очень быстро войдет в жизнь цифровую рубль, и все поменяется, и все, ну, вообще все поменяется, то есть, как бы, жизнь совершенно станет другой, и тут уже, как бы, к этому моменту точно не все переедут на новый рельс, поэтому для каждой целевой там аудитории есть свой набор важных знаний, которые, и свой способ, канал донесения этой информации, вот, ну, в общем, такую как раз работу Ассоциации развития финансовой грамотности сейчас формируют, там, думают, и я думаю, что не только Ассоциации, но и, в общем, мы об этом тоже очень много думаем, и, как вот, в нашем проекте, но у нас просто совсем, мы, как бы, к нам, мы более народная такая история, больше, ну, как бы, как связи с, ну, именно непосредственно с людьми, физической контактами, потому что, ну, у нас такая работа с обращениями, об этом думают очень много все регулятор, и тут, ну, как бы, нельзя никак отметать, потому что очень много каких-то новых нововведений, сейчас доклады стали общественными, да, вот концепция цифрового рубля, она вообще, ну, в общем доступе находится, это, это очень важно, раньше, конечно, так не было. Как думаешь, как скоро у нас оставляет цифровым рублям, войдет в Российскую Федерацию, как, скоро мы откажемся? Она, может быть, войдет не скоро, не так, как бы, да, но очень поселится быстро, и вот тут, как бы, вопрос даже не никогда, а сколько времени будет на то, чтобы с этим как-то адаптироваться и жить, и что для нужно сделать, для того, чтобы к этому быть просто, в принципе, готовым, потому что, ну, многое поменяется, и не только там в жизни человека, в жизни компании, предпринимателей, и так далее, к чему будем привязываться. Там есть еще очень, там очень много, кстати, тонких аспектов, под цифровым рублем, мне кажется, требуются отдельные там 40 минут. Ой, я согласна, у нас не так много времени, и просто в заключение можешь посоветовать какие-то 5 правил, или, там, в защите своих денежных средств от мошенников, какие-то 5, вот... Ну, 5. Ну, 5, да. Значит, таких 5. Ну, 5, я не знаю. Во-первых, ну, не стоит доверять слишком заманчивым предложениям, ну, то есть то, что выглядит таким много процентов, особенно сейчас, да, вот эти... с обещанием надежности, с названиями, которыми... Высокая доходность, да? Да, супер высокая доходность, да. Да, да. Да, и только сейчас. Значит, то, что заставляет совершать действия прямо сейчас, 10 минут и больше, то есть вам нужно участок полиции прийти туда-сюда и как бы снять именно сейчас, и там... То, что связано с... Ну, собственно, никогда не реагирует... Ну, вот прям, не знаю, запретить себе оставлять персональные данные. Ну, я считаю, что вот нужно, конечно, так очень бережливо относиться к персональным данным и к операциям, которые человек совершает оффлайн и онлайн. По той простой причине, там, ну, поделите карточки на те, которые вы используете для чего-то. Сейчас у всех там по 150 миллионов карточек, но одна может быть специальная, она покупает, она там держает небольшую сумму, там, в общем-то, ей пользуется. Это древний, древний совет. Он никакой не новый, вот. Ну, конечно, вот, как вот есть инструкция в Расскажи Бабушке, они до сих пор все доступны. Там написано 10 золотых правил, как не стать жертвой мошенничества. Распечатайте себе, отдайте бабушке и своей, и не своей, и одинокой в подъезде, и соседу, и тому, кому просто желаете счастье. А хэштег Расскажи Бабушке, он работает, да? Да, он работает, работает. Там есть Инстаграм, там есть, кстати, много правил финансового безопасности, которые полезны. Вот, хорошая, интересная история, да? Кто интересуется, почитайте. Да, на самом деле, я как бы тут еще, пользуясь случаем, скажу, что очень много контента есть полезного, развивающего в том, что делает, остаться раздефинацию грамотности в социальных сетях и много всяких методических историй. Моя любовь последняя, которой я просто восхищаюсь, искренне восхищаюсь роликами про овощи, которые сделал банк Тинькофф. Я, конечно, занимаюсь откровенно рекламой, но я могу сказать, что это лучшее, что из последнего, что в виде, как бы, такой рекламной кампании по противодействию мошенничеству, я видела именно, как дотошно на овощах и очень смешно объясняет вообще способы вида мошенничества. Человек начинает дергаться, оставляет делать несвойства действия, действие пугается, знаете, как, встать, замереть, взять паузу. И подумать. Я в домике, да. Ну и как бы, да, все делать самостоятельно, никто не звонит, как говорится. Только в этом, сами позвонят и сами предложат, это вот в другой, в другую сторону, тут наоборот. Хочешь чего-то, сам позвонишь. Ничего, платный, сыр, только. Ты не сам зайдешь, лучше физически зайти, да, а не заслать. Вот, и еще у нас есть такой портал, проект из права заемщиков, проект называется тоже мышлок, мы сейчас занялись, в общем, таким мониторингом, ну и, в общем, стараемся тоже внести свой лепт в противодействие мошенникам, можно нам сдавать, сдавать этих прекрасных, там, где увидели признаки мошенничества, ну вот. А вопросы куда-то можно задавать вам? Куда-то там тоже можно... Да, форма, да, на сайте права заемщиков, ВНФ, там, прямо на кроме страницы, планер. Ну просто кто-то может посмотреть эфир, кто сейчас не станет, захочет вам задать вопрос, может туда написать, да? Да, ну, да. А социации финансовых граммс тоже есть ресурсы, потому что с радостью все будут друг другу помогать. Ну здорово. У нас много волонтеров в ассоциации. Да, и приглашаем волонтеров, скажи, да, в социальные финансы. Да, вообще волонтеры, конечно, это раньше все-таки думали, о, волонтеров в ассоциации просвещения, фигня какая-то. Я могу сказать, что вот абсолютно нет. Много кто хочет присоединиться, даже в каких-то желании своем познавать мир и поделиться знаниями, и много... И они разные, эти волонтеры, и это очень сейчас важные, полезные люди. Свою роль в пандемию они сыграли, ого-го-какую. Вот я соглашусь, что это очень интересная социальная роль, и роль такая, мне кажется, можно самореализовать. Именно, ну... Ну, да. Которые делятся своими знаниями, это очень, мне кажется, ценно даже для вот самих себя. Спасибо тебе большое, Жень, что была с нами. Спасибо большое за эти... Ну ладно, счастья вам, счастья. На нас. Да, счастья, счастья. Берегите свои денежки.